Да, это так в эфире. Меня зовут Максим Назаров. Мы общаемся с настоящими профессионалами своего дела, с патриотами своей страны, в какой бы стране эти люди не находились. Гарри Табах с нами, капитан первого ранга ВМС США. Гарри, я рад вас приветствовать. Спасибо, что пригласили. Есть о чем поговорить. И сразу хотел бы попросить наших зрителей подписаться и поставить колокольчик. Это важно для того, чтобы этот разговор увидело большее количество человек. Гарри, как вы, как ваше настроение? Мы вот уже, знаете, как-то так незаметно, к огромному сожалению и горю, незаметно прошло полгода открытой фазы войны России против Украины. Многие уже привыкли жить в страхе, в горе и в постоянном противостоянии. Как вы, вот полгода прошло, как вы видите ситуацию? Ну, я вижу ситуацию, наверное, так, как и все остальные люди, ничем не отличаются, что украинцы молодцы, они дерутся, проводят блестящие военные операции, которые не ожидали от них никто. И непредсказуемо в этом отношении. Ну, предсказуемо другое, что я считаю, что это война не против Украины. Это война против света и тьмы, это война против демократии, свободы, независимости. Это не пустые слова для меня и для таких людей, как я. И Украина сегодня отстаивает, ну, как Израиль в свое время отстаивал тоже права человека в этом средневековье, посреди этого средневековья. Сегодня вот Украина это делает, а весь мир, конечно же, ведет себя предательски, я считаю, и, к сожалению, и мы видим, что те люди, которые пытались сохранить эти качества, эти идеалы, они идут против огромной машины. Опять же, это не делится на страны. В первую очередь надо было избавиться от Трампа, и до сих пор это происходит, надо избавиться от этого исчадия ада. Уничтожить, истребить. Потом это оказался Борис Джонсон, потому что он тоже разделял эти ценности с нами, и от него надо избавиться, и избавились. Ну, обещают вам там разные. Ну, а сейчас я уже вижу, идет вот эта атака на президента Зеленского. Вот один и тот же почерк, один и тот же почерк, потому что он не вписывается в Давос, не вписывается в это. Ему предлагали и бросить Украину, ну, произвол судьбы несколько раз. И уехать, и оставить эту страну. Когда Россия еще готовилась напасть на Украину, и потом, когда уже напала на Украину, он остался и не сговаривается, не сговаривается с Давосом. Он считает, что он сможет, и украинский народ смогут создать и сковать настоящую нацию, которая будет иметь тяжесть в этом мире. Гарри, давайте немножко подробнее. Я обратил внимание на очень противоречивое в рамках восприятия слова «предательство». Как вы конкретно видите предательство коллективного Запада Украины? Что вы конкретно имеете в виду? Потому что, ну, мы же видим, поставки вооружения есть. Мы понимаем прекрасно, что... Что вооружение? Ну, какого бы ни было, да. Ну, что значит, какого-то ни было? Вы на фронте были, Макс? На горячей точке нет, но я видел последствия вот прямо-таки в Харькове, на Салтовке, в нескольких километрах, да. Посмотрите, если вы считаете, что у вас идет вооружение, идет вооружение, то что вы топчетесь на одном месте? Вы хотите сказать, что украинцы не умеют воевать или трусят? Или трусливые? Если у вас идет вооружение, что ж вы не воюете-то им? Что ж вы уже три месяца еле-еле держите фланги и фронты? И то русские продвигаются постепенно по километру, но продвигаются. То есть, по вашему мнению, вот истории с Хаймарсами и другими... У меня вопрос к вам, у меня вопрос к вам, Макс, если вы считаете, что оружие есть, что достаточно, оружие вам Запад дал, чего вы не умеете воевать, не хотите воевать, трусы, что вы... Нет, конкретно я считаю как раз-таки в наших диалогах постоянных, что оружия недостаточно, и я каждый эфир об этом говорю. Все, поэтому это и есть предательство. Шесть месяцев держится эта страна, изливается кровью, гигнет гражданское население, а Запад вам дает только столько, сколько у вас было в начале войны. Вот само фаер-пауэр, само боевого удара, боевой силы у вас столько же, сколько в начале войны. Да, объясните, пожалуйста, смотрите, вот для украинской правды неделю назад Курт Волкер, вам известный, дал интервью, где сказал, ну, ключевую фразу из всего разговора, что Джозеф Байден сейчас помогает Украине не проиграть, а должен помогать выиграть. Что верно. Да, а в чем загадка? Вот расскажите нашим зрителям, в чем же загадка? Ведь и Британия, и Борис Джонсон, да. Загадка в том, что вам дают достаточно, чтобы вы держались на плаву, то есть, как и в начале войны, и больше не дают. И уже генерал Милый сказал, что в конце концов обе стороны устанут воевать, идет война на истощение, то есть вы истощитесь раньше, чем Россия. И вам придется сесть за стол переговоров, это сказал генерал Милый недавно. Сесть за стол переговоров, я думаю, что мне не надо объяснять украинцам и украинским властям, что это значит сесть за стол переговоров. Сегодня обвиняют вашего президента, что его предупреждал и Байден, его предупреждали все, что война будет, что война... Слушайте, если предупреждали, ваш президент, я помню, как он кричал, хотя бы внесите какие-то примитивные... Примитивные санкции, да. А все, что получили в ответ, это снятие санкций Северного потока в день один, урез военной помощи, объявив, что если будет вторжение незначимое или значимое, вот что они имели в виду эти, убрав посольство, то есть вообще разорвав демологию, никогда не прислав сюда посла, это приглашение Путина на завоевание Украины. Это не предательство. Поделили и сдали, и сдали. Это та же самая власть, я напомню, которую сдала Крым. Но украинцы почему-то бегают здесь очень радостно и кричат «Байден, приде, порядок на виды». И вот он нам помогает. Ну, я такого не замечал, конечно, да. Не, ну это... Я по-украински не говорю, так что «Байден, приде, порядок на виды» не я придумал. Да, вообще интересно вы рассказываете, но я хотел бы еще спросить... Вы посмотрите свое СМИ, Макс, посмотрите свое СМИ, что они вещают оттуда. Да, ситуация неоднозначная. Мы наблюдаем визит во Львов президента Зеленского, генсека ООН и человека, который называет себя посредником или хочет быть таковым, президента Турции Эрдогана. По информации СМИ все-таки будет предложение сесть за стол переговоров с Путиным и, скажем так, предложение организации встречи с Путиным. В нашей же... С нашей же стороны Владимир Зеленский и его советники бесконечные говорят, бесконечное их количество, говорят, что сейчас нельзя садиться за стол переговоров. За стол переговоров можно будет садиться только после контрнаступления. И вот, ну, мы слышим уже несколько, там, пару месяцев мы слышим о контрнаступлении украинской армии на юг, пока его нет. Я не знаю, все ваши самые известные блогеры, самые известные раскрученные комментаторы, эксперты уже где-то с марта кричат, что контрнаступление уже началось, началось контрнаступление. Они даже не понимают, что это значит контрнаступление. Это как Новый год. Сегодня проснулись и Новый год и пошел на контрнаступление. Ну, знаете, Гарри, здесь, понимаете, война и интернет и блогеры, это ужасно на самом деле. Это не остановить. Мы должны сначала понять, откуда ноги растут, в чем проблема. Почему они это делают, зачем они это раскручивают, зачем они говорят, что в октябре придет ленд-лиз, откуда они взяли этот октябрь, зачем это делать, зачем ваш брат, журналист это делает. А почему вы не уверены, что в октябре заработает ленд-лиз, ведь это же начало нового бюджетного года, так сказать? А почему тут ленд-лиз к бюджетному году? Разве нет? Нет. Во-первых, ленд-лиз начинается в 2022 и 2023 году, а он рассчитан на 2022 и 2023 год. Когда финансовый год, фискальный год начался в 2022, Макс? Ну, вероятно, в феврале. Или когда у вас это началось? Он начался в ноябре. А, в 2021 году, да, 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 да. Это вы его привязываете к 2022 году, в октябре 2022 года. Значит, целый год вас пролетели, а потом сама идея ленд-лиса, чтобы дать моментально, сколько нужно всего, не привязываясь к никакому бюджету, не отвечая перед Конгрессом, обходя Конгресс, обходя все бюрократические схемы и на следующий же день пустить корабли берегам в Великобритании, чтобы победить и разбить фашистскую Германию. Вот для чего ленд-лиз делается. Уже больше трех месяцев ноль. Ни одного носка, ни одной банки тушенки. Как вы думаете, что в октябре его дадут? Ну, вопросы. Мы живем в надежде только, понимаете? Надежде, потому что вы слушаете КГБшника Швеция, потому что вы раскрутите, что будет Гордон, потому что это Пинковский вам сказал. Люди, которые вообще ничего не понимают в этом деле. Я, в том же, они начинают говорить, а потому что коррупция здесь воруется, все. Я был ответственный офицер за передачу вооружения Польши в начале 2000-х годов. Ничего своровать американского невозможно, нереально. Мы не только знаем, сколько снарядов у вас наших, мы даже знаем, куда каждый из них ложится. А тем более своровать там Хаймарс или Гаубицу, или Джувелин, или еще что-то такое. Эти слухи все и эти информационные компании устраивает Российская Федерация, насколько я понимаю? Российская Федерация может их устраивать сколько угодно. Зачем вы это покупаете? Зачем ваши журналисты, которые на себе рвут, и блогеры, которые на себе рвут вышланку, у которых миллионы просмотров не только в Украине, но во всем русскоязычном мире, это раскручивает. Патриоты, так называемые. Ну, это наша давняя украинская проблема, скажем так. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Скажите мне, пожалуйста, как на ситуацию, я так понимаю, вы видите ее не совсем оптимистичной, как ситуацию могут разрулить американские выборы, которые пройдут также осенью? Я так понимаю, что там республиканцы собираются взять все-таки большинство. Ну, если это будут честные выборы, то да. Если это будут опять нечестные выборы, то нет. И Украина не помогает в этом, потому что, опять же, у вас идет сильный ссоровский напор, что если придут республиканцы, они вам не дадут вообще ничего. Хотя Лендлис как раз был внесен республиканцам. И это уже сегодня Лендлис. И вот эти 6 миллиардов из этих 40 миллиардов, первоначально были 34 миллиарда, которые не входило ни одного доллара на вооружение. Украина там, вообще из 40 миллиардов только 16 шло на Украину, или 17, а 6 потом прибавили республиканцы. Они не проголосовали за эти 34 миллиарда, потому что там не было никакой военной помощи. Вот тогда потом внесли еще 6 миллиардов вот этих, которые военной помощи. Поэтому я не знаю, почему у вас опять так же все бегают и радостно кричат, что если придут республиканцы, то вообще нам ничего не дадут. То же самое делали в 16-м году, что если придет Трамп, то он сольет Украину, хотя в 14-м году слил Украину не Трамп, а Байден. Он позвонил Товчинову и сказал не защищать Крым. И наложил вето на летальное оружие, которое дал Конгресс, который снял как раз Трамп. Сейчас опять повторяется то же самое, и народ почему-то в это опять верит, что если придут республиканцы, то нет. Но даже если, дай бог, придут республиканцы, я думаю, что они наоборот поддержат. Потому что сегодня уже 6 сенаторов в Соединенных Штатах запросили у Пентагона и Госдепа напрямую, обходя Белый дом, начать ленд-лиз Украине давать. А из них 4 сенатора республиканцев, 2 демократов. Поэтому, опять же, я думаю, что Украине надо начать разворачиваться лицом к республиканской партии. Потому что если это прошло в 16-м году и в 20-м году, то это может не пройти в этот раз. У нас политическая элита подчеркивает, и не сегодня, а и подчеркивало ранее много, что у Украины сохраняется двухпартийная поддержка. И республиканцев, и демократов. Да, и это снова-таки... Да, я думаю, что ваша политическая элита права в этом. Но я говорю о элите неполитической. Я говорю о элите в СМИ, о элите университетской, которая преподает, которая вещает на весь мир. Но я думаю, вы не просто так в этом контексте вспомнили Джорджа Сороса. Конечно, я уже чувствую... Слушайте, вчера я слушал программу, популярная программа, тоже сотни тысяч просмотров. И они говорили... Они говорили, почему же... Ну, это уже... Сначала она популярна, теперь я уже вижу, у них Борис Джонсон диктатор. Они уже вписали, что он диктатор. Борис Джонсон в этой компании правильно Соединенные Штаты делает, что санкционируют Радогана, потому что он диктатор и пытается заигрывать с русскими. Борис Джонсон диктатор. Ну, Орбан, понятно, диктатор. И вот сейчас у нас уже они начинают говорить, Зеленский тоже диктатор, потому что... Потому что его предупреждали, его предупреждали, что будет война, а он ничего по этому поводу не делал. А что такое... Это информационные компании, мы понимаем, как они работают, но... И эта статья, кстати, для Вашингтон-Пост. Да, это статья для Вашингтон-Пост тоже. Они оттуда все... Они сосут все это в Вашингтон-Пост, CNN, New York Times, это все рупоры демократической партии. И, конечно же, почему Зеленский, они говорят, не поверил этому? Потому что весь мир уже не доверял Соединенным Штатам Америки из-за Трампа. Из-за Трампа, оказывается, все не доверяли. Это Трамп им врал, и Трамп им все сдал, оказывается. Это Трамп, оказывается, предложил Зеленскому бросить Украину на произвол судьбы и удрать. А все равно вкидывается это. Все равно идет война против Трампа, а не против Путина. Сегодня слушал еще одну передачу, где выступал тоже очень знаменитая передача. Демура, по-моему, зовут. Он пригласил к себе какого-то человека из BBC, очень важного. Так вот, они говорили о курдах. Почему сейчас война с курдами, сейчас Турция на курдов наезжает. Опять же, это потому, что Трамп когда-то бросил курдов на произвол судьбы, на раздербание России и Путина. И, наверное, Байден уничтожил 500 вагнеровцев, когда они поперли на курдов. И потом курды себе жили спокойно, и никто их не трогал. И когда еще Эрдоган что-то начал, ему обвалили его экономику. Лира упала так сильно, что там дядя чуха. И падает до сих пор. А при сегодняшней администрации на курдов опять наезд. Опять война против курдов. Против Косово, Косоваров. А в 2020 году был подписан мир между Косоварами и сербами. Даже у них полеты начались. Но все это виноват та администрация. Вы стоите на том, как я вспоминаю слова Дональда Трампа, о том, что он же после февральских событий сказал, если бы я был президентом, то никакой войны бы не было. Он постоянно это говорит, но все остальное они выдирают из контекста. А вот это они говорят. Он говорит, если бы был я, этой бы войны не было. Людей бы столько не гибло. И я бы дал Украине все, что ей необходимо для разбития России. Даже бы прислал свои войска. Но это никогда вы не услышите в ваших СМИ. А вот у меня теперь к вам вопрос по этому поводу. Потому что я вот слышал о том, что он бы даже прислал, ну то бишь Дональд Трамп, и Соединенные Штаты прислали бы какой-то контингент, натовский, вероятно. Сейчас мы, и сегодня снова буквально, Столтенберг повторил, что НАТО не воюет с Российской Федерацией, держит нейтралитет в этой войне России против Украины, но опасаются до сих пор в поставках оружия увидеть вооружение, которое в перспективе могло бы попадать на территорию Российской Федерации. Эксперты фактически объясняют, что боятся и Столтенберг, и демократы не просто попадания на территорию Российской Федерации, а еще деоккупации Украины из своих территорий. То есть, если, например, будут продолжаться какие-то диверсии, скажем так, в Крыму, то это тоже якобы не устраивает Запад, потому что Россия будет отвечать, и, вероятно, будет отвечать уже не бомбежкой территории Украины, а, может быть, даже где-то каких-то объектов в странах НАТО. Насколько такой сценарий вероятен, и вот ключевое, почему нам не могут поставить, ну, давайте конкретный пример, ракеты для Хаймарсов дальностью 300 километров. Вот это волнует украинцев сегодня? Они волнуются, что может попасть в руки врага какая-то наша техника. Какая? Хаймарс попадет к ним в руки или что? Или гарпун попадет к ним в руки? А вот то, что на 100 миллиардов в Афгане брошено оружие, это не волнует, да, это нормально. Там оно никуда в какие-то чужие руки не попадет, там уже Алкайда орудует. Значит, за 20 лет мы туда пошли, и украинцы пошли с нами. Вот насчет того, что недоверие к Трампу, да, это он, видимо, в Афгане бросил всех своих союзников, включая украинцев. Так вот там, когда попадет это оружие, оно в чужие руки. 20 лет мы потратили там много жизней, миллиарды и миллиарды долларов, чтобы изгнать оттуда Алкайду и выгнать Талибан, да, все, вернулось там, Алкайда обратно там. А это они не волнуются. Послушайте, это чепуха. Тогда зачем воеватели делать вообще оружие, если ты не будешь им использовать? Прислали вам эти камакадзи... Дроны, да, да, да. Да, вы их запаковали аккуратно и послали их обратно, потому что они не работают, они падают вам на головы. Послали вам требедень, но об этом никто не говорит. В это СМИ вы не увидите. И да, они боятся, они боятся, что Украина победит, что Украина, если у Украины было бы это все оружие, это половина того, что в Афгане, у вас бы давно бы эту нечисть выкинули отсюда. И центр тяжести бы сместился на Украину, на Польшу, сюда бы шли инвестиции, как с Израилем получилось. Страна бы процветала, ребята с фронтов бы пришли и коррупцию здесь бы изгнали бы, как в Америке это произошло после Второй мировой войны. У вас бы в радио уже сидели и другие люди, люди, которые проливали кровь за свою землю. Они не хотят этого, это сместится. Тогда что же делать с Россией будем? Что сделать с ней в Совбезе? Она остается в Совбезе или нет? Что же будет с ядерным оружием? Что же будет с нефтью? Что же будет с тем? Что же будет с этим? Поэтому, конечно, или ООН, или НАТО, НАТО тогда зачем? Что оно делает? И поэтому говорить, ну, мы нейтралитет держим. Что значит нейтралитет держим? Это как это понимать, что вы нейтралитет держите? Ну, вот Столтенберг просто как мантра повторяет одно и то же. Чушь собачья. Нейтралитет держим. Мы нейтралитет держим. Ну, что, что Гитлер там убивает евреев, цыган? Мы нейтралитет держим, да. Ну, теперь он убивает украинцев. Мы нейтралитет держим. Подождем, пока они устанут и сядут за стол переговоров, то есть сдадутся России. Или будем ждать, пока он сдохнет. А он не дохнет. Но нам обещают каждый день телевизор. Пока у него ракеты закончатся, они не кончаются. А украинская кровь течет и течет каждый день. Каждый день течет. Поэтому я уже, в принципе, устал это твердить. Может быть, надо украинскому народу как тайваньскому народу выйти на улицу и сказать, эй, ты, Байден, ты обещал. Ты обязан нам дать оружие. Американский конгресс за это проголосовал. Народ сказал свое слово. Нет, нет, что вы хотите нас поссорить с Байденом? А-я-я-я-я. Так не связано. Может быть, так повести, как израильтяне, которые выходят на улицу и говорят, Америка, ты тут это, нам не диктуй. Ты обязан нам дать. Ты обязан нам помочь. Американский народ проголосовал. Конгресс сказал свое слово. А президент сидит, молчит. Он вообще не в курсе, что происходит. А его окружение говорит, Ну, что ж такое, вы нас не злите, а то вы нас разозлили. И вот украинцы, вот, знаешь, знаете, винят русских часто в этом, а сами что-то сидят тихо, не хотят, не хотят высказывать. А журналисты, вот эта соровская свора вся, которая захватила все, практически все ваши СМИ, уже все, уже съехала. От Трампа избавились, от Бориса Джонсона избавились. Сейчас еще санкции против Эрдогана войдут. Ну, Орбан понятно. И все, они уже берутся за Зеленского. Они уже берутся за Зеленского. Мы с Мишей. Уже с Зеленским что-то не то. Оказывается, он все сделал не так. Ну да, мы видим, и такая ситуация напряженная. Это вместо того, чтобы поддержать. Просто мы, у нас, мы с Мишей Чеплыгой, я думаю, вам знаком правозащитник, эксперт. И вот Миша Чеплыга это называет, ну, как это, в принципе, обозначается, фронт, да, и, значит, якобы у нас борьба уже здесь за место под солнцем, за место Зеленского разворачивается. И кто-то в США помогает определенным политическим силам Зеленского дискредитировать. И те политические процессы, которые мы в Киеве наблюдаем сегодня, а у нас уже без стеснения начинают критиковать Владимира Зеленского и политические оппонента. Не просто критиковать, а, ну, вот реально играть не в войну, а в политику. Макс, это прекрасно. Это называется демократия. Ну, демократия может быть во время войны? А я обоими руками за это. Ну, сегодня у вас военное положение, ваша Рада, ваши представители вашего народа проголосовали за военное положение. То есть, демократия отменяется. Мы сейчас ее не практикуем, мы ее сейчас защищаем. И, конечно же, это абсолютное предательство. Согласны, я не топлю за Зеленского, хотя я считаю, что он показал себя достойно, достойно, не взяв предложения президента Байдена и не бросив Украину на произвол судьбы. Какие бы там миллион причин дают, почему он это сделал, это неважно. Настался. Несколько раз ему это предлагали. И семью его тоже предлагали спасти. Это сейчас не время. После войны, как делается это в цивилизованных странах, после войны создаются комиссии, независимые комиссии, международные комиссии, и начинаются разбирательства. Где какие были ошибки. Где что было? Потому что война – это энциклопедия обмана, энциклопедия ошибок. И да, если это было явное предательство, это одно, если это ошибки, это другое. Война – это непредсказуемая вещь. Нашей разведке, которой мы сегодня говорим, ну разведка же американская говорила, что это та же самая разведка, которая говорила, что война будет сил 46-70-20. 72 часа. А теперь тут вы ей верите, а тут вы ей не верите. Значит, эта разведка тоже не все говорит правильно. Но и так далее. Но пока что надо же поддерживать президента. Вот опять же, сегодня я слушал передачу с уважаемым Алексеем Арестовичем и Марком Фейганом. И вот они тоже говорят, после войны это надо делать. Нельзя сейчас критиковать. И потом, если у вас есть факты, то принесите факты, и мы разберемся. Если у вас примеры есть, а вот просто так глаголить, что предал, струсил, дурак, идиот, это не годится, это подрываете. Правда, Марк Фейган и господин Арестович тоже самое делали с президентом Трампом. Идиот, придурок, трамписты. Факты были? Не было. Примеры были? Не было. Гарри, да. Работал на вашу страну. Но, когда это на тебе, то ты это чувствуешь. А когда это с другими, то это ничего страшного. Так что же вы хотите от американцев и всего остального мира? Это происходит не с ними, это происходит с украинцами. Изеленский дурак, коррупционер, там кто еще, наркоман, еще кто-то он там, еще что-то такое. Но сегодня, я считаю, что это предательство со стороны украинцев, которые подрывают власть. Потому что сегодня власть должна быть монолитная. И какой бы вы партии ни принадлежали, в Раде, в Конгрессе или еще где-то, сегодня будет приоритет победить и выжить в этой войне. И выйти сильнее державы. После войны говорите, что хотите про своего президента. Убирайте его, голосуйте его в чертовой матери, гоните его поганой метлой. но после войны, а не во время. Да, у нас вот постоянно проводят какие-то опросы украинцев. И вот, значит, свежий опрос Киевского международного центра социологии, значит, сказали, что украинцы во время войны не хотят демократии, а хотят сильного лидера. И такого видят в Зеленском. смотрите, по поводу сильных лидеров, мы вообще видим абсолютно четко разницу между Украиной и Соединенными Штатами. Я говорю о демократии, о политических системах и вообще функционировании этому всему. Вот есть сейчас борьба между демократами и республиканцами, между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом. Мы видим проблему у Дональда Трампа. Я хотел бы с вами немного это обсудить. Эти обыски, которые прошли, эти обвинения в якобы хранении секретных данных у Дональда Трампа и вероятность тюремного заключения даже. Потому что вот это такая история, мне кажется, это уже кульминация и уже приближение к финалу по противостоянию с Трампом. Или я ошибаюсь? Нет, вы правы. Гонения на Трампа начались и преследования с первого дня. Как только его избрали в президенты, через семь часов Вашингтон пост написал, что нужен импичмент, до того, как он еще стал президентом, до того, как Обама стал президентом, дали Нобелевскую премию. Этот президент еще не успел встать, через семь часов ему уже импичмент. И вот это уже началось, потому что он свалился им на голову откуда ни возьмись. План был совершенно другой, и украинцы это знали, поэтому ваш министр иностранных дел приезжал в Америку, агитировал русскоязычную и украинскую диаспору голосовать за Клинтона, а не за Трампа, который друг Путина. Посол уже ваш там был, чтобы отмечать, праздновать, но сюрприз. Президентом стал Трамп, сразу же импичмент, сразу же нагони, каждый день импичмент, за то импичмент, за это проститутки писали, это все ничего за пять лет накопать не смогли, ничего уже за семь лет накопать не смогли, ноль, налоги, оказывается, ему еще миллиард должны, что бы ни брали, стилдосье, где он работает на русском сговоре с Россией, оказывается, проплачена Клинтонская организация через ФСБ, это уже доказано, доказано, прошли исследования, но все равно это продолжается, неважно, все равно люди верят, все равно это, я себя чувствую таким, в средневековье я хожу и говорю инквизиции, что евреи не пьют христианскую кровь, мне говорят, иди отсюда, ты этот, ты трампист, или это, не знаю, кто там, еврист, что ты ходишь, что ты это и доказываешь, все прекрасно знают, что евреи пьют христианскую кровь, и поэтому их надо сжечь на костре, вот они хотят его сжечь на костре, они сейчас его делают все, чтобы от него избавиться, в том смысле, разоряют его, в конце концов, всеми этими судами и всем остальным, то есть он-то платит из своего кармана, а это государственные суды, мы платим, налогоплательщики, за это, правда, его сейчас популярность сильно выросла после этих обысков, ну и вот даже сравнение с Украиной, у вас не было обысков у президентов дома, не присылали, у Порошенко были, что-то такое было, прям в дом к нему оба... Нашли даже наличку 40 миллионов, СБУ врывалась к нему с автоматами, я присутствовал при обыске в Советском Союзе, был ребенок, но я помню, что мои родители присутствовали при этом, я помню, что были понятые, я помню, что эти люди пришли невооруженные, они взяли какие-то книги, взяли какие-то инструменты, описали, мои родители подписали, здесь ФБР врывается вооруженный в дом, кого не боятся, когда человека там нет, бывшего президента, не разрешают, не пускают юристов, не разрешают снимать, выносят что-то из дома, они могут туда что угодно подкинуть таким образом, и у нас получается уже банановая республика, где оппонента надо уничтожить любой ценой, любым все, и оказывается, что ФБР там было уже за месяц до этого и сказали повесить замки, есть у нас такой закон, он называется Standing Order, это закон, что президент может рассекретить любой документ, президент и вице-президент, любой документ они могут рассекретить, какой бы он ни был, и все президенты, когда уходят из Белого дома, они забирают с собой очень много документов, Обама, по-моему, был, больше всего, извиняюсь, там находятся и секретные документы, ну, то есть, они сразу становятся рассекречены, потом национальные архивы начинают торговаться, что вернуть, а что идет в президентскую библиотеку, и этим занимаются годами юристы, здесь этого не произошло. То есть, это пшик, политический пшик. Судья, который выдал это, вообще был не федеральный судья на обыск, и это был клерк, в принципе, местный. Ну, и мы слышим, там, потом они были, они сказали, замок повесить еще на эти документы, что он и сделал Трамп, ну, и тут они ворвались, забрали его паспорта, как у криминала, чтобы он не удрал, ну, как бандита какого-то. Ну, так не ведут, это беспрецедентно в нашей стране. Чем закончится эта борьба, Гарри? Ну, это сложно сказать, потому что против него действует, ну, просто огромная машина, система, и теперь ФБР, самая благородная наша организация, которой доверял весь народ, я сам имел дело в молодости с ФБР, когда, потому что я был первый, там, советский человек, который стал офицером, там было много вопросов, иногда меня, там, обвиняли в том, в чем я вообще не присутствовал, понятия не имел. И ФБР всегда меня защищало, оно всегда говорило всем остальным, там, военным, контрразведкам, всем от меня отстать, я тут ни при чем. Они защищают нас от власти, а теперь они защищают власть от нас. Вышло сейчас 14 агентов ФБР, что называется, whistleblowers, и они дают какие-то показания республиканской партии. Это хорошие ребята, многие из них ветераны войны, многие из них служили. Это не верхушка гнилая и коррумпированная ФБР. И они, служаки, они вышли, и они хотят сказать, что это было неправильно, это было проделано неправильно. Но я вам приведу пример. Смотрите, чтобы получить ордер на обыск, очень часто ФБР или полиция бегает по судам, потому что опасность огромная. Им надо срочно провести обыск и изъять ядерную, секретную информацию или предотвратить убийство. И вот они бегают по судам, и только как только судья им дают разрешение, они моментально бегут и арестовывают этого человека или обыскивают, там что-то находят, какое-то нелегальное оружие или еще что-ли, детскую порнографию, или еще, я не знаю. Но есть такие ситуации, где они должны немедленно сделать. Значит, что они хотели в этот раз якобы издать? Секретную информацию о ядерном оружии. Если у человека есть незаконная секретная информация о ядерном оружии, вы будете ждать 11 дней, пока вы произведете обыск. 11 дней прошло с того момента, как им дали разрешение на обыск, они 11 дней еще чего-то там ковырялись, потом приехали с автоматами, со всем вооруженным и забрали. Еще один агент ФБР говорит, что они искали нет, что они уже идут слушания в Конгрессе по так называемому штурму Капитолия 6 января 21-го года. Ничего найти по этому поводу, обвинить Трампа в этом не могут. Ничего не могут найти. Опять, как обычно, все эти 7 лет они его копают, копают, ничего найти не могут. И вот в ходе этого обыска, якобы, потому что там секретные документы, причем, если они у него, они уже не секретные, он имел право, что якобы какой-то его юрист сказал, что эти документы были сданы, а эти документы не сданы, они все равно у него в доме, вот что-то они там напридумывали, накрутили, но по-настоящему они искали какие-то документы или какие-то переговоры или еще что-то насчет 6 января 21-го года, то есть штурм Капитолия, что это он специально сделал. Ну, тогда это криминал. А штурм-то был? Ну, застрелили с человека? А кто застрелил человека-то? Ну, полицейский. Полицейский застрелил невооруженного человека. Вот вы мне, Макс, объясните, как можно делать штурм оружие? Когда там, на той стороне, оружие? Ну, там тоже противоречивые данные по поводу оружия, не оружия, но подается это именно так. Оружие не нашли, да, конечно же подается это так. Оружие не нашли. Это как у нас, вооруженный Майдан, невооруженный Майдан? Нет, но наши, эти же люди приехали к вам на Майдан и поддерживали Майдан. Но если это у нас в стране, то они говорят, нет, это нельзя. Миллион человек вышло. Миллион человек были недовольны, как прошли выборы. хотели расследование этого застрелили невооруженного человека ветерана женщину да и пока что про это ничего не слышно тут расследование никакого не надо как ее назвал господин пинковский который приехал в мою страну приютили эта женщина воевала за мою страну назвал ее фанатичный трампистка или фанатичной идиоткой что такое да это он уже решил кстати да он уже решил он уже обвинил все поэтому это они говорят что вот это они искали но опять же очень такого у нас никогда не было в стране банановый риск это власть берут есть две категории воров есть воры которые у тебя воруют часы там кошелек карманники на машину могут своровать там у тебя за телефон эти эти люди выбирают тебя они смотрят где ты лох ваша ральшот ты забыл они у тебя воруют полиция их ищет полиция защищает тебя правозащитные органы есть другие воры которых мы выбираем мы их выбираем во власть они у нас воруют не кошелек и не часы и не машина они у вас воруют будущее они у нас воруют они у нас воруют веру и их к сожалению от нас защищает правоохранительные органы и вот когда это случается в твоей стране то страна потеряна держава потеряна и к сожалению сегодня это то что происходит в моей стране и если многие украинцы говорят да нам какая разница мы не хотим участвовать ваших внутренних выборах тайваньцы хотят израильчане хотят косовары хотят курды хотят а украинцы не хотят я все время повторяю на это эффект бабочки как сказала одна моя мудрая женщина одна сказала это эффект бабочки махни крылом и ты увидишь и украинцы она она 3 раз вас слушает миллионы есть вещает ваши ваши знаменитые журналисты блогеры которых слушать миллионы не только в украине миллионы русскоязычного населения в сединенных штатах америки в израиле в германии повсюду поэтому участвуйте в этом это имеет прямое отношение на украину прямое отношение имеете прямое отношение сколько людей сегодня гибнет в украине все это можно было предотвратить это убийство можно было предотвратить да ну история сослагательств не терпит у меня к вам финальный вопрос если все вот с этим описанным вами предательством до с этой системой поставок вооружений и политической поддержки и уже где-то дискредитации зеленского если сохранится так как есть к каким вы видите исход этой войны наши вооруженные силы но просто красавцы да они борются за свою землю не борется за свое будущее украинцы объединились как никогда они они борются грамотно и профессионально они дают фору израильтянам в этом отношении это гениально я не знаю хотя в девятнадцатом году я помню вы в интервью сетовали на то что украинская армия не совсем профессионально потому что не может использовать помогу молоты там когда взрывалось что-то вот вы говорили вот профессионализма не хватает до девятнадцатом году вот видите за эти пару лет за за три года до все изменилось но это тоже такое понятие я думаю что профессионализм и сейчас во многих вещах не хватает это не значит что вся украинская армия идеально нет я поездил по фронтам я видел много всего еще надо дорабатывать много еще чего нужно делать много чего надо воспитывать традиции устанавливать украинской армии обучение на западе конечно же вооружение должно быть намного лучше еще больше очень-очень много надо работать украинской ну то чего украинская армия смогла сделать с тем что у нее сегодня есть это беспрецедентно это слава и хвала украинским хлопкоробам да так вот вопрос в чем что нам сделать чтобы не 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 проиграть а победить вот так что должно случиться как вы видите это нужно это нужно протестовать нужно иметь смелости нужно иметь браваду что не по ней боятся не путина не байдена никого вот израильтян тоже так в конце концов поняли это из и и говорить как она есть и требовать 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 оружие посмотрите то колесо которое скрипит получая его смазывают она получает масло на нельзя быть и таким да мы смелые на фронте вот это тоже есть совковость да мы можем подняться в атаку ну как только мы видим власть сразу надо это это америка это байден вы что он же может это нас тут не может не может то что америка это не только президент америка не может если увидит поддержку и увидеть что вы говорите что вы огрызаетесь то может быть по он а путин как раз этим и питается они струсили они с малодушными тогда давай еще давай еще ну то же самое конкретный пример то о чем вы говорите макс назаров часто открывал рот на так называемых соросят что сделали макс назарова как и очень многих журналистов в украине и политиков которые точно также открывали рот против сарасят заблокировали в фейсбуке все я фейсбуке меня тоже нету поэтому смотрите есть у вас прекрасные журналисты есть когда им затыкают рот и не затыкают рот и хотя я и не украине и у меня прекрасный товарищ уже много-много лет андрей глухенький прекрасный журналист но не не поддавался не 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 хотел сейчас на фронте воюет настоящий настоящий герой вот но и настоящий журналист которого есть журналистская этика который не гонится все время за славой за долларом и за лайками и за и за просмотрами и и так далее сожалению но к сожалению ваши журналисты не отличаются ничем от наших каких-либо других среди них очень много не чистоплотных недобросовестных есть коррумпированные есть просто наверно полезные идиоты я не знаю но в целом сми конечно во всем мире захвачена ссоровскими организациями из это сразу я когда они еще начинают я слушаю а потом я вижу как они их ссоровцы купили да но тут все-таки многоточие потому что рассуждать можно об этом долго эффекта хотелось бы побыстрее чтобы никто вообще в принципе не мог помешать идти нам к победе да еще раз повторюсь не не мешал нам не проиграть а не мешал нам подниматься да вам скажу такую вещь я был один из организаторов демонстрации в поддержку украины филадельфии и а мы шли демонстрации филадельфии это было довольно таки много народу мы шли к сити холл там развернули плакаты играла музыка и плакат был ну вокруг меня собралось людей потому что ну и я военный бывший и меня там как бы знают из-за этого и вокруг меня кто-то развернул плакат стаб до вор остановите войну и я крикнул не остановите войну а победить войне украина должна победить и разбить врага а не остановить войну остановить войну это проигрыш потому что война идет на территории украины вот все что я сказал меня попросили уйти потому что я призываю к войне а американцы они хотят они добрые люди они хотят остановить войну они хотят остановить убийство не все хотят остановить но каким путем мы хотим путем победы да и капитуляции российской федерации в данном случае когда израильтянин начинают гнать арабов который в сто раз больше чем их которые на них напали начинают гнать и брать их территорию весь мир на рамки чем мы хотим остановить войну мы хотим компромисса мы хотим кого весь мир начинает кричать остановите войну они хотят бы рысь а какой компромисс истребление израиля уничтожение за израиль не готов на такой компромисс а вы скажите самое с украиной то же самое ядерную россию ядерную россию как победить ядерную здоровенную россию как именно победить просто взять и победить просто взять и победить в россияне тоже люди не знаю что украинцы их не держит людей но они тоже люди там тоже они хотят гулять пить смотреть как их дети растут ездить по всему миру у них инвестиции везде они тоже люди санкции если есть но санкция не слушайте мы уже санкционируем иран 40 лет цивилизация давайте так санкции цивилизации на русских по моему санкции есть это не ходили в дырку так хоть но в москве там какой-то может быть атакует на остальная сторона них это раньше при царе горохе что при сталине что что сейчас один хрен они питаются также живут также и санкции я не думаю что они сильно на них подействует а вот если как раз если как вы говорите не сослагаемые не терпит а я наоборот думаю что предсказывание будущего это нельзя терпеть наш не можешь предсказать а вот прошлое из него надо извлекать уроки и я считаю что есть вот сейчас американцы все кстати тоже это не в новостях когда поляки вам дали т-72 американцы отказались давать и бронс полякам наказали не говоря о самолетах и еще что то да вот теперь поляки должны купить танки в южной корее но это нигде в сми вы не услышите но смотрите далее я думаю что заместо того чтобы говорить все вот сейчас мы ответим сейчас мы в европу вводим наши войска обратно таком же уровне как при холодной войне и в значит быть в германии в польше в румынии в болгарии все это расставим то я думаю что путин сидит и думает да это очень страшно но украине то что воюю то я в украине пою это я на украине и и что вы там это двигаете эти все койки в борделе это это не то а вот я считаю если бы первые дни войны или даже дали бы все это оружие украине тогда бы они задумались не только путин задумался на его оба окружении задумались подумали да это серьезно это же все тут не шутки этот придурок нас доведет до ядерной войны этот придурок нас дойдет опасно у нас все отнимут на все потеряем наши дети наши жены наши любовницы и он может быть они тогда бы его и сместили тогда бы не шли надо от него избавляться надо от него исправляться на так они с ним хотят разговаривать а так они так он что так он все время побеждает получается он все время сейчас сейчас сядут за стол переговоров у нас будет передышка мы соберемся никто ничего инвестировать украине будет все понимать через год через два начнется опять война и мы их уже возьмем голыми руками вот и все я поэтому это малодушие со стороны запада уже шесть месяцев эта трусость только идет в пользу путину то что раз раздувают сми украинские американские на европейские вообще ничего не говорю это только на руку путину это сегодня тоже говорил спалина арестович марков что когда вы это делать когда вы запускаете эти фейки когда вы просто гоните что у вас есть доказательства у вас есть фотографии вас есть документы что зеленский сделал не так покажите а нету заткнитесь правда они опять же повторяю господин фейгин господин арестович то же самое делали странно доказать без всего они все равно это делали ему поэтому когда ты делаешь кому-то жди что это вернется тебе тоже горит спасибо вам будем бороться будем бороться у нас нет выхода да вам удачи в вашей борьбе нам же удачи в борьбе с российской федерации я думаю что у нас общая борьба идет это борьба не просто там украины против российской федерации это борьба против тьмы света против тьмы те кто из нас считают что что демократия свобода независимость не пустые слова то мы все в одной команде а сегодня в авангарде украина и те люди для кого это не пустые слова должны быть сегодня с украины да да это так спасибо до новых встреч до свидания пока а